Сегодня, 31 марта, у легендарного ветерана томского футбола, у голкипера, защищавшего на протяжении 11 лет ворота Тамлеса и Торпеда, в конце 60-х и первой половины 70-х годов Вячеслава Бородина день рождения. Ему исполняется 70 лет. Мы, конечно же, от лица всех томских болельщиков поздравляем его с этим юбилеем, желаем добра, любви и здоровья. И сегодня Вячеслав Петрович главный герой нашей традиционной рубрики «Легенды Томи». Вячеслав Бородин родился 31 марта 1946 года в Душанбе, где и началась его вратарская биография в местном энергетике. Ну а в 1966 году «Томская торпеда» в Душанбе проводила сборы и тогдашний наставник нашей команды Альфред Термаркаров по совету кого-то из знакомых решил пригласить молодого голкипера в качестве дублера опытному Сулейману Демирджи. Мы приехали, после игры зашли в раздевалку Альфред Термаркаров. Если я сейчас буду рассказывать, как он рассказывал, то это всегда вызывается. «Кара, ты знаешь, что у нас ротаря нету? Давай!» Ну и давай, 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 давай. И в общем уговорили меня. «Тогда главным, основным ротарем в команде был Демирджи. Понятно было, что очень трудно было с ним конкурировать?» «Ну, абсолютно трудно, потому что я вообще был, я приехал сюда 19-летним». «Пацаном еще фактически?» «Пацаном, да, юношей, так скажем. Вот. Ну а Демирджи, конечно, ну Сережа любимец публики здесь был. Демирджи боксер был. Как он боксер может быть хорошим ротарем, если у него, так скажем, начального школьного образования нету, да, ротарского? По-моему, кто-то из десантуры был, да, еще тоже ротар такой был». «Говорят, Демирджи иногда и на футбольном поле практиковал, да, свои боксерские навыки?» «Было дело такое, да. Было, было, было. В Целинограде, сейчас это Астана бывшая, до 2 мая, там нас подпихнул судью и потом подпихнул так, что пришлось ему самому потом на такси, и он уезжал не самолетом, не поездом, а уезжал на такси отдельно». «Демирджи конкуренцию выиграли, однако на следующий сезон после того, как ушел Демирджи, пришел в команду другой вратарь, еще более высокого класса, Игорь Швыков, как дальше вот ваше сотрудничество с этим конкурентом?» «Было, один сезон мы через игру играли, когда так это практикуется в командах, играли до первой ошибки, играли до первой травмы там или болезни, ну и с ними я тоже сильно хорошо конкурировал вообще, ну и работал очень много, вот не от того, что я сам себя хочу похвалить, приходилось работать очень много. Команда уходила, я оставался, физически мне не хватало, Игорь был такой прыгучий, он 10 барьеров вот так чик-чик-чик-чик делал, а я вот так дык, потом еще, потом еще, потом еще, и вот это целая история была. Я очень хорошо у него, многому научился у Игоря. Ну и потом так получилось, поддавливать стал его, видно же было, что конкуренция хорошая, мне на пользу идет». «Вячеслав Петрович, вот вспоминая середину 60-х, когда вы в команду пришли, вторая половина 60-х годов, команда «Том Лес» это была одна из сильнейших команд, которая была здесь у нас на Востоке, в чем заключалась ее сила, в чем, собственно говоря, вот…» «Приехал ряд игроков, во-первых, был, вот, и потом, значит, к этим перечислять фамилии, наверное, надо, ну, сразу на ум так, Милехин, Кутинцев, Соколухин, Степанов, Воровик вернулся». «Из торпеды?» «Да, сразу приехал, потом, значит, это самое, Борю Фальковского подтянули, вот, Сережа Соболев, ну, то есть ряд игроков был хорошего, хорошего уровня, хорошего класса. Они же были все, прошли школу «Московского Спартака», «Московского торпеда», Юрий Милехин вообще с ССК был по тому времени, вот, брали его на сборы, он везде там с ними крутился и работал. Ну, я думаю, что вот из-за этого, ну, еще и Борис Павлович, конечно…» «Хренов». «Да, Хренов, когда он начинал-то здесь хорошо». «Тоже торпедовский школьный тренер». «Да, он начинал-то очень хорошо, закончил плохо только вот, что так получилось, сломался». «Не выдержал, говорят, эмоционально. Толпской ссылкой». «Да, да, 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 да. Сейчас рассказывать, так это книгу писать надо». «Одновременно как-то все сошлось. Вот это класс этих людей, которые приехали, это физическая подготовка, а потом еще была система 4-2-4, помните, 4-3-3. три и вот и и боровик конечно вот этот переходный этап я так понимаю команде не просто дался том лес был среди лидеров зоны а вот уже потом начале семидесятых постепенно команда пошла на спад да но закрыли закрыли все что было у нас там дополнительно бабки добавки какие-то да все закрыли осталась голая ставка тогда было значит сто сорок четыре рубля подоход без детности высчитывает сто сорок четыре рубля на руки и нагородни разъехались однако несмотря на все трудности вячеслав бородин томск не покинул он остался в торпедо став не только основным вратарем но и лидером команды однако в 30 лет для голкипера возраст не критичный он все-таки решил профессиональную карьеру завершить закончили потому что перспектив не видели уже было не да ты знаешь как вообще что-то и деньги уже не те платили перспектив никакой нет а потом еще меня сильно сбил случай на сборах мы приехали на сборы мы все время в кокант ездили приехал на сборы а геннадий халыч набрал свою компанию но смысле как компанию кто остался и он еще добавил манометров тогда манометров на перестал да 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 но люди приехали видимо не поняли что это не заводская команда это другой уровень совсем надо по-другому себя вести ну и приехали в автобус как всегда встретилась ну кто вы давайте завтра утром кто будет будить ну давайте с первых номеров начнем а я уже самый старый и геннадий михайлович говорит ладно отработаю от дежуре один раз а потом говорит посмотрим молодые будут ну и я с вечера значит уснули все утром в будильник иду вужу они не ложились ты можешь себе представить да приехали на сборы но еще ладно еще когда сезон пошел а это время подготовки такое самое ценное золотое и дым коромыслы все там бах бах трах и представляешь чем занимать да ну я понял что так и будем играть сказать чтобы сильно жалею о том что ушел с футбола жалею жалею слишком рано ушли до рановато можно было еще заперечь вот вы вспомнили тренировочный процесс да а тогда тренеров по вратарям не было каким образом ваш то тренировочный процесс и галкиперов выстраивался да они сами придумали упражнение ну конечно конечно ты чё вспомни инвентарь какой был это сейчас не вспомнил это сейчас я пришел вот как-то за ветеранов это было по-моему лет 5 что ли назад этот у нас собирали на моторе ну ты что в какие перчатки какие бутсы какое ну и вообще форма хорошая очень а вот тренировать насчет тренировочного процесса конечно сну конечно вот может быть я бы лучше мог бы играть если бы со мной так работали как часто тарями работают я специализа специалисты работают это же вот только видно что они на поле делают а еще тогда и не тренажеров не было штанга значит и общее занятие значит со всей командой а вратаре по моему глубочайшему убеждению должен вообще отдельно готовиться и как только вот участвовать в этих игровых каких-то упражнениях и воротах а в течение года должен тренировочный процесс быть на тренажерах акробатика обязательно скакалка гант его и все остальное то есть он должен врата физически быть готов известная футбольная мысль о том что вратари между собой особенно играющий в одной команде друзьями не бывают как строились ваши взаимоотношения с вашими конкурентами с тем же димиржи швыковым но человеческом да ну понял но этот земли же то не успели построиться потому что серёжа играл а потом где-то туров за 10 его сняли и после этого он уехал там что-то как-то не построилась но а со швыков я долго боролся и не могу сказать чтобы мы были приятельских отношений я вообще честно человек такого мнения что но не могут люди дружить между собой если они конкурента если они конкуренты один сидит я уже говорил другой играет и неизвестно сколько может просидеть и что для этого кто-то выдерживает допустим да кто-то борется а кто-то ломается просто на этом и все и вышел раз и получилось второй раз и все и до свидания хорошо между вратарями дружбы нет а атмосфера в целом в команде вот в те 60 и 70 годы насколько были дружны близки между собой ребята футболист как хорошая команда была дружная не могу ничего плохого сказать про ту систему все равно разного рода там веселые истории в команде случались я знаю что некоторые истории связанные с вами были достаточно любопытные в частности ваша поездка в польшу откуда вы привезли очень и очень необычный багаж а а значит на мне тогда дали двухкомнатную квартиру здесь до комута во дворе фарм училища сын маленький мебель была такая плетеная с ключей привезли а я остался здесь госэкзамены сдавать а перед этим значит поездка вот в польше нас наградили поездкой мы североныч там все пробил все и мы приехали в польшу я на весь обменный фонд будучи и варшаве уже никогда должны были проехали с опыт там еще ряд городов и мы должны были возвращаться уже обратно вечером автобус значит заказан все а днем я во второй половине дня пошел на весь обменный фонд купил палас 3 на 2 но дома то ничего нету ребенок ползает все по этому голому полу и я такой такой весь чисто большой 3 на 2 3 я такой весь счастливый такой весь радостный значит этот палас на на плечо и по всей варшаве через всю варшаву пешком до такси денег вроде как жалко да я пешком притащил этот палас вечером выезжаем значит ну у нас шутники были еще те вечером выезжаем и нас приезжаем на варшаву варшаве вокзал ну просто это любо дорога смотреть мрамор чистота порядок с крышей заходит этот поезд все ну этот палас значит ну а сейчас подсмеиваются а вагон то стал сажать пока я его вертикально это нес горизонтально вертикально это поднял с него как посыпались бутылки банки представляешь на этот гранит ведь все разбилось перед поездом я знаю кто это делал и заку кучу еще тот мастер был слава привет тебе большой я потом отомстил все равно всем образом но у нас мы в ключах жили у нас деревянные такие были так же под уклон все было и сделаны были деревянные ступени но тренировку отренировались погода хорошая все выставляет обувь сушиться все я взял все это кеды все ночью все кеды прибил гвоздями пути то ли путинца вышла они вот такой размер был раз туда и это чуть не носом туда за это за за это крыльцо но шутили шутили еще еще много чего было здесь вот в этой трибуне значит здесь была душевая ой глаза мылом забьют специально так происходит глаза мылом забьют значит начинает над голову что-нибудь трусы какие натягивать или еще чуть-чуть шутили здесь вот ну а че-то ребята молодые сейчас вячеслав петрович уже конечно считает себя томичом здесь он встретил жену с которой они вместе прожили вот уже более 40 лет здесь у него родился и вырос сын однако привыкал к нашему городу и полюбил томск бородин далеко не сразу насколько я знаю томск вам сразу как только вы приехали не очень-то понравился и недаром вы отсюда два раза убегали ну а город то сам конечно ты здесь родился олег да я там да ну вот видишь вот ну дорог не было можно сказать да магазина сейчас этих не было домов не было ну вообще ничего не было только вот это я бы я еще прилетел на ли 2 прилетел на к аэропорт на каштаке надо пояснить многими из наших телезрителей не знают что такое самолет до ли 2 ну знаешь да я правильно же назвал ли я знаю я не буду такой сад и вдоль бортов это вот такие железные сидения и мы на этом самолете прилетели на каштаг а сколько мы переездили в этих вагонах с тайги ну это вот и чё значит это 50 лет прожил я к зиме не привык тяжеловато переношу зиму как-то меня все время это угнетают шапки и дубленки валенки и рукавича сейчас сейчас эту дубленку это оденешь видишь как это согнулся но вот тогда тяжело тяжело зиме привыкал ну часто уже по-другому сейчас вы уже томич тем более с 50-летним стажем здесь вы уже росли здесь вы женились сын родился сейчас вы уже наверняка считаете себя томичом но так скажем две родины у меня теперь да получается что вот там я где-то до 20 лет прожил я так всегда говорю вот а после 20 конечно это томс большое спасибо томску я ничуть не не как говорится не бравирую этим я действительно здесь можно сказать заново родился и здесь у меня все все и все что у меня есть все что я чего я за добился и заслужил все это мне дал томск и футбол следители за футболом сейчас за нашей командой как часто ходите на стадион что скажете о нынешнем поколении футболистов о игре команды хорошая пауза хочу сказать и я все-таки какие-то сейчас от раздаются слова какие-то уже сейчас я ски с кем не общался в адрес не помню еще я думаю что этого человека нельзя терять и пусть он работает уже результат все время дает он держит команду везде это видно а по поводу новых этих людей которые гну увидишь сейчас как олег ну как тебе сказать вот но человек играет сегодня хорошо на следующий год его нету видишь текучка так же кучка идет а чтобы команда заиграла на примере циска допустим да нужно стать стабильность состава нужно какая-то да да и финансирование тоже и не должно быть такой мощной ротации которая иногда происходит у нас причем мне такое впечатление что берут у нас по остаточному принципу и конкретно за кого-то вот надо заплатить деньги вот он нам нужен еще и мы его обязательно возьмем кто где освободился вот подходит не подходит не подходит это все но этот сейчас наверное уровень не только наш такой а сейчас видишь напряженная ситуация с финансами во многих командах и еще отзывается так что у нас еще не самый худший вариант вячеслав бородин после окончания игровой карьеры долгие годы работал на кафедре физ воспитания в политехническом институте затем строительном бизнесе до 50 лет он активно играл на ветеранском уровне мы же хотим на вячеслав петровича поздравить от лица всех томских болельщиков с юбилеем пожелать здоровья и конечно же от всей души поблагодарить за его игру за преданность томскому футболу за преданность нашей команде